Пробраться через дыру в заборе и приклеить себя к взлётно-посадочной полосе. Так началось утро четверга 25 июля для семи климатических активистов движения «Последнее поколение». Они требуют от немецкого правительства отказаться от добычи и использования газа, нефти и угля. «Наше правительство поддерживает авиапромышленность, предоставляет ей миллиарды евро налоговых и льгот каждый год. Власти должны, наконец, честно заявить, что так больше продолжаться не может. Что авиапромышленность должна быть сокращена в соответствии с принципами социальной ответственности». А так началось это утро для пассажиров крупнейшего в Германии аэропорта Франкфурт на Майне. Во время полицейской операции по задержанию активистов все вылеты и прилёты были приостановлены. В результате более 140 рейсов были отменены, ещё десятки задержаны. А около 50 самолётов были вынуждены приземлиться в других аэропортах. И далеко не все пассажиры отнеслись с пониманием к протестующим. «Это катастрофа. Просто возмутительно заставлять людей торчать здесь вот так. Они всю жизнь летают по всему миру, а те, кто хоть раз в году хочет полететь, теперь тут стоят». «Утром меня это сильно разозлило, но что есть, то есть. В конце концов, нужно выступать в защиту климата. Сегодня это коснулось меня, завтра коснётся кого-то ещё». «Честно говоря, я не думаю, что это фиктивно, что это верный способ. Есть и другие методы отстоять своё мнение». «Многие люди месяцами откладывают на летний отпуск, а потом такое. Я с этим не согласен. Есть способы получше не портить жизнь обычным людям, а высказываться там, где это имеет больше смысла». Многие политики осудили действия экоактивистов. Министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала их опасными, глупыми и преступными. Министр транспорта Фолькер Виссинг пригрозил причастным к акции жёсткими мерами. Ещё в середине июля правительство ужесточило закон об авиационной безопасности. Согласно ему, любому, кто несанкционированно проникнет на взлётно-посадочную полосу, может грозить заключение сроком до двух лет. Эти меры, однако, ещё должен одобрить Бундестаг. Поэтому пока что активистам грозят лишь штрафы и иски о возмещении ущерба от авиакомпаний. И это не первая акция климатических активистов в аэропорту. Накануне им удалось почти на три часа блокировать работу аэропорта Кёльн-Бон. Эти блокировки – часть международной кампании, призывающей власти разных стран отказаться от ископаемого топлива к 2030 году. Климатические активисты также пытались нарушить авиасообщения в лондонском Хитроу, в аэропортах в Цюрихе, Женеве и Осло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok